Здравствуйте! Я как человек, который постоянно является пользователем блокнотов, органайзеров, планеров, но не только в творческих целях, например, как вот этот блокнот, это уже точно творческие цели и ничего другого, потому что здесь я делаю разные-разные маленькие коллажи из таких обрывков журналов, стикеров, которые у меня есть, делаю какие-то записи для такого личного удовольствия, назовем это так. Это творческие блокноты, но кроме творческих блокнотов, у меня в постоянном пользовании мой планер, который сейчас у меня возле ноутбука находится, и также мой органайзер. Органайзер, планер, там идет полностью вся работа, которая касается повседневных рабочих вопросов. Планирование идет сквозное на год и достаточно подробное. Ежедневное планирование с огромным разветвлением проектов и направлений, которые что-то получается выполнить, что-то не получается, но могу сказать, что за многие годы у меня заархивировано огромное количество проектов, встреч, разных брейнштормов и так далее. Иногда я просматриваю эти свои блокноты и прямо с удовольствием или что-то вспоминаю, или достаю необходимую информацию. Кроме планеров у меня есть творческие блокноты, планеры. Также у меня есть блокноты для обучения, блокноты, которые я постоянно записываю. Это, можно сказать, карманные записные книжки, которые не всегда выполняют функцию карманной записной книжки, но сами блокноты не всегда карманного формата. То есть я записываю какие-то беглые репортерские записи или встречи, что-то запомнить, записать. То, что не касается планирования конкретного дня или конкретного часа. Какие-то идеи, что-то зафиксировать и так далее. Потом эти книжки я выбрасываю. Творческие блокноты, в принципе, я не выбрасываю. Планеры я просматриваю. Всё зависит от того, сколько я вела планер. Очень часто я планер могу вести от трёх до шести месяцев, а потом менять формат планера в зависимости от того, что мне требуется. Ежемесячное, ежедневное, еженедельное планирование или прямо почасовая разбивка. В прошлом году я начала такое планирование вести, как самостоятельное планирование, свободное планирование. И начала делать разбивку под себя с помощью трафаретов. Вот такие планеры рабочие я просматриваю в момент, когда считаю, что я уже его закончила. Или это интерес появляется к новому производителю и новому планеру, и есть необходимость в новом наполнении. Или заканчивается какой-то период, и там уже всё у меня исписано наперёд, потому что я его вела не только как планер, а даже для записи использовала будущие месяцы. Что очень часто происходит с Малискин на 18 месяцев. А это один из лучших вариантов. Мне там не хватает маленькие слишком развороты на месяц. Вот мне очень не хватает. А это один из лучших вариантов. Толстый, ежедневное планирование, есть разделение на почасовое. Каждые там полчаса, кажется, да, полчасовые разбивки. И 18 месяцев, это значит, что вы можете вести все свои дела, там, например, полгода. И у вас ещё будет огромное количество для записей, даже лекций, черновики, встречи. Всё можно записывать, проекты описывать. И это всё будет у вас в одном блокноте. Есть много видео на эту тему у меня. И вот такие мои блокноты. Это органайзеры. Органайзеры я использую исключительно для личных записей. Здесь такие органайзеры, как, я бы сказала, жизнеописанию. Потому что, во-первых, органайзеры неудобно писать. Я думаю, что ни для кого это не секрет. Когда органайзер на кольцах. Особенно такой органайзер, как матерм. Сейчас вы видите описание, как я отмечаю точечками, когда что-то вяжу рядочки. Так, такие, как органайзер матерм. Но ещё есть многие органайзеры итальянского производства на кольцах. Здесь размер покет я демонстрирую вам. Широкие кольца. У файлофакс 2,5. Ну, по сути, 2,3, потому что 2,5 по внешнему. А у матерм здесь 30 миллиметров, 3 сантиметра. Огромное расстояние. И это в маленьком формате. Может быть, это ещё не так заметно. Но когда у вас большой формат, а пятый, например, то он становится просто грандиозного размера. Поэтому сложно для меня, сложно вести в повседневных записях, в ежедневных записях и планировании. И ещё что неудобно, если вы им пользуетесь ежедневно, всё время что-то пишете. Например, это ваш ежедневник. Здесь у меня нет листов, ежедневных листов. Ну, вот, не знаю, туду здесь у меня. Нет, ежедневные листики я сюда не вставляла. Даже как черновички, наверное, нет. Нет, есть, есть. Вот они, вот так, например, выглядят. Не смотрим на формат. Значит, с этой стороны, предположим, у нас воскресенье. Да, сегодня воскресенье. Зелене сетки, троица. Тритя. Витаю всех святым. С этой стороны мы пишем тритя. Тритя. Так, написала. Но вот уже с этой стороны кольца вам не дадут нормально написать. Вот не дадут, потому что рука всё-таки имеет какой-то размер. Если что-то быстро внести, какую-то просто информацию, как туду, да, там 10-30, косметолог. Ещё там ещё купиты. Ещё купиты, пряжу, хайбуды, да, раз она уже здесь. Вы будете всё время лежать рукой на этом кольце. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно расстегнуть ваш кольцевой механизм, снять бланк и таким образом его заполнить. Или на определённой поверхности. Здесь не очень удобно, потому что тканевая. Или переложив на эту сторону, когда у вас рука легко будет лежать. Спокойно я этим пользуюсь. Меня это не напрягает. Но я бы не смогла этим пользоваться быстро, при необходимости ежедневного планирования, при необходимости ежедневных записей, каких-то встреч и так далее. Поэтому здесь у меня находятся такие статичные вещи, описание, какие-то протоколы приёма лекарств, например. Потому что... Так, что у нас с электричеством? Протоколы приёма лекарств. Вот сейчас, так как я начала вязать, здесь у меня попетельные разные истории записываются. Сюда, в принципе, я контакты редко записываю, но стоят у меня... Стоят у меня, вы видите, алфавитка. Она огромное количество занимает места. И я всё не знаю, перевести мне сюда всю алфавитку, которая у меня не только в телефоне, или достать и не утолщать свой блокнот. Пока она здесь гуляет, также здесь записываются разные проекты, какие-то вопросы, например, по коммунальным. Но в основном здесь всё, что касается статичных процессов, повторяющихся процессов. Информация, адреса, возможно, какие-то дополнительные, которые требуются раз в году. Но стабильно раз в году нужно что-то помнить. Даты проверок счётчика в лечильнике, в поверке, вернее, лечильнике. Вот такая статичная информация. И вот я сейчас плавно перехожу от второго, второго как бы моего темы, сообщения, к тому, что в этом блокноте я подробно описываю, что я вижу. Вот прямо беру и подробно-подробно пишу. И потом ещё и отмечаю. Мне так легче. Я знаю, что есть разные там кликеры для счёта петелек и так далее, но мне так легче. И я всё-всё вижу и всё знаю. Такое у меня, как мне кажется, очень-очень красивое, я думаю, многие согласятся. Цвет органайзера от Матерм. А вот тут у меня такие маленькие флажки, но они всё время отклеиваются. Вот такая линеечка. Так, вот такой у меня блокнот. Здесь я всё записываю. Но я столкнулась с тем, что какая-то палитра у меня в очень многих, как сейчас я заметила, видимо, какой-то вкус, что-то происходит. Хочется всё... Вот я сейчас показываю вам нитки. И хочется всё в каком-то одном варианте палитры использовать. Ну, хотя у меня есть и другие, но всё равно палитра очень, очень о чём-то говорит нам. Когда-то хочется яркого, когда-то хочется неброского, а сейчас вот такой цвет шоколадно-верблюжий, я бы сказала. Немножко более шоколадный. Я уже показывала, что эта обложка более шоколадная. Рекомендую, красивая очень. Чёрная, слишком простая. Есть пудровые, ну, может быть, немножко такие бельшванные девчачьи. Но кто-то, возможно, кто любит такую чайную розу. Серая. Вот у меня ещё есть два серых матерм. Один из них... Этот покет и персонал. Тоже очень его люблю. Галечный серая галька цвет. Так. И я решила, что многие вещи описать я не могу. Такие вещи как... Это как нельзя описать аромат, так и нельзя описать некоторые нити, пряжу некоторой, нитки, да. Хочется сказать нитки, но я так понимаю, что надо говорить пряжа. И я вижу, что мне требуется чёткий такой уже месседж, который называется «Шо цебулу». Какая была пряжа, что я использовала, какой был цвет. И, например, я редко вяжу образцы, но тут у меня получился образец. Я решила его не распускать. Оставлю, закрою край, и будет у меня этот образец пряжи оставлен. Может быть, кому-то интересно, как получается. Вот в данный момент это вот такая пряжа была. Ну, есть. Вот она так выглядит в мотке. И я связала, посмотрела, как он будет выглядеть в реальной жизни. Но на образце, вот даже если я потом его найду, я не узнаю, на чём он был связан. Ну, вот пока я вспомню, а может быть, вообще не вспомню. Поэтому я решила, что я буду снимать вот такие упаковочки с моточков, пробивать в нём дырочку, вот так он, здесь, например, да, вот так пробила дырочку, и сюда делать такой образцы, ниточек привязывать. И всё это, если есть, если есть связанный образец, записывать, что за спицы я использовала, номер спиц. И потому что очень сложно, когда ты... Ну, и всё это как-то хранить просто в общей такой коробке, но зато это будет подписано. Просто в блокноте я не могу идентифицировать запах и бутылку, так и здесь. В блокноте, конечно, записано, я записываю изделие, но потом визуально очень тяжело вспомнить. А так по образцам что-то будет более понятно. Здесь я закрою, потому что я просто достала спицы, так мне хотелось продолжить, мне очень понравилось. Здесь я вязала на более крупных спицах, здесь были спицы номер пять, а тут уже в самом изделии я использую спицы три с половиной, и ложится, вы видите, очень красиво, и здесь нету рядности никакой. Вот такие ровненькие, ровненькие получаются. Ну, видимо, удачно подобралась, подобрались спицы и сама нить, поэтому такие моменты лучше записывать. И я даю еще подмод сюда, вот такую тоненькую ниточку, и тоже, что это за ниточка, мне нужно все записать, потому что в образце, ну, я увижу, что здесь есть ниточка подмод, но я никогда не вспомню, что это было, как она выглядела, и саму этикетку. В этикетке тоже очень важно смотреть, что это, и так далее. Вот, поэтому к образцу и к самим этикеточкам буду привязывать эти ниточки. Не так много, это не так сложно, а потом это очень сильно облегчает работу. Ниточку я решила эту ввязывать не в каждой, а такими небольшими полосами, как бы, чтобы свитер, все-таки этот свитер, кардиган, не кардиган, джемпер, да, не знаю, свитер, чтобы он джемпер, наверное, да, не был очень плотным, поэтому у меня резинка идет с подмодом, это, это у нас кидмохер, дальше идет просто эта нить crazy color, здесь, здесь у нас немножко шерсти и акрила, и дальше опять полоса идет чуть-чуть вплетаю, и тогда он будет такой между, между более теплыми участками, ну, по сути, он получится летним, и я надеюсь, что когда я его постираю, я не знаю, конечно, здесь нужно очень внимательно смотреть, чтобы он вот такой не случился, с ним размер, я считаю, что ниточки откроются чуть побольше, потому что у этого crazy color есть все-таки шерсть, и она немножко распушится, ну, и это чуть побольше распушится, а может быть и неправильно я делаю, что не делаю подмод на все абсолютно, на все абсолютно полотно, а только такими полосами, сейчас на этом участке, он слишком маленький, на этом участке не видно вот этого подмода, что он идет одной полосой резинка и одна полоса, а вот здесь нету линии, нету линии с такой ниткой более теплой, но я надеюсь, что когда будет полотно побольше, будет видно, что есть участки с подмодом, есть участки без, думала еще вот такой подмод добавить, но боюсь, будет слишком, слишком ярко, может быть, может быть, попробую, и будет все понятно, буду этот участок закрывать, сделаю с подмодом, все, вот такие планы у меня использовать, как можно еще навыки планирования, которые в принципе, я считаю, что все, я поняла, что все, что у меня не записано, не запланировано, оно в принципе прекращает для меня существовать, понятно, что реальность и то, что я себе думаю, но я забываю, я просто, вот если я не записала, я забыла, поэтому я уже знаю это, и поэтому пишу много, вот прямо все подробно расписано, кому во сколько позвонить, по какому вопросу, что кому сказать после этого звонка, вот прямо все по пунктам, я открываю и вижу всю неделю или весь день расписанный четко, где, как и во сколько, а если у меня еще ведется тайминг, я закрываю те часы и ничего не планирую, если я где-то еду или на встрече и так далее, то есть я заранее бронирую время для переезда, для встречи, для, ну, жизнь носит свои коррективы и где-то где-то мы просто ждем, когда пройдет воздушная тревога и так далее, все, но пишем планы, обязательно пишем планы, покажу вам, как сделаю эти вставочки из ниточек, спасибо большое, что смотрите такую тему, как вязание, спасибо, спасибо,